Всем привет! Решила я сделать мужской планер. Давным-давно у меня были распечатаны вот такие вот листочки для планера. Так, вот они выкрытили. То есть планер ежедневник, да? Вот один такой заглавный и все остальные вот такого вот плана. Планы дела на сегодня, заметки и здесь просто разлиновочка. Так, А4 я свернула пополам листочки. С копским переплетом я так и не подружилась. Вот видите, я их сложила. У меня их больше распечатано, но я решила, что в принципе такой вот толщины достаточно стандартной будет толщина. Не будем сильно большое делать. Вот, с копским переплетом я не подружилась. Делала раньше несколько работ, но решила не делать на данный момент. Каким образом я решила скреплять? Как я первоначально делала альбомы не в прошивном переплете, а с помощью вот таких вот перемычек. То есть я нарезала листочки, полосочки, бумажки. Бумага эта, ну, обычная для рисования. Да, размер, ну, на глаз взяла 2,5 сантиметра вот здесь вот, да? Чтобы мне свернуть и где-то сантиметр с небольшим, ну, можно 2 сантиметра взять по сантиметру на каждую сторону. Можно 3 сантиметра взять по полтора. Для чего? Вот так вот пополам, значит, сгибаю. Видите, я еще не согнула. Вот здесь согнула. Одну половиночку буду клеить вот сюда, а вторую вот на этот листочек. И таким образом у меня и разворот будет хороший. То есть развернуть и на 180 градусов можно блокнот. И также, что еще? Не надо мучиться с прошиванием. Еще когда прошиваешь, если что-то там не очень точно тут прошил, может вот как-то вот криво пойти вот так вот нитки вылезать. Мне это не нравится, поэтому я решила пойти вот этим способом. Не помню, делали ли я таким способом блокноты. По-моему, нет. Знаете, всегда разными способами, честно сказать, делаю я блокноты. Иногда беру блоки склеенные, готовые. Иногда уже покупаю сшитые переплеты. Кто девчонки хорошо шьет, молодцы. Вот у меня с этим, честно, смотрела обучающее видео, но не пошло. Вот блокнот этот у меня давненько лежит. Именно из-за того, что, ну прям вот несколько лет, из-за того, что я не хотела прошивать копским переплетом, копский делать переплет, вот поэтому я никак не могла его сделать. И вот думаю, что сейчас он мне попался на глаза. Думаю, надо делать тогда, раз попался. Вот. Котейка там. Постоянно лежит у меня на скраббе бумаги. Все уже там примял. Ла. Никак не отучу. Таким вот образом. В общем, все пролиновые. Кто девчонки, начинающие скраббера, да, обязательно купите доску для беговки. Это мой первый инструмент. Ну, второй, да, первый я купила установщик люберсов, очень нужный инструмент. И второй доска для беговки. С палочком для беговки. В общем, очень нужная вещь. Дальше берем клей. Это я вот приготовила уже на обложку. Сразу начинаем все приклеивать. Вот помню, альбомы первые я именно таким способом крепила. Листочки. И вроде никаких нареканий не было. Так, можно было еще наискосок. Но, наверное, в данном случае я не буду наискосок подрезать. Выравниваем по длине. Так. Чтобы у нас все склеилось здесь. И дальше намазываю вторую половиночку. Хорошенечко. Еще хорошо бы вот там, такую силиконовую кисточку, но у меня ее нет. Она у меня как-то сломалась. Я ее тоже покупала в свое время. Она у меня сломалась, вылетала из ручки. И так я ее куда-то делала. Не знаю. Может, выбросила. Вот, смотрим, чтобы все совпадало. И такцы, и по ширине, и везде. В общем, вот так палочкой. Или чем-то там ножницами. Допустим, ручками ножниц можно пройтись. Вот. Раскрыли еще раз. Вот так пробеговали. Не пробеговали, а прижали. Вот видите, разворот на 180 градусов на любой страничке получается. То есть вот мы раскрывать будем, писать, и ничего нас не ограничивает. Дальше опять берем полосочку. В общем. И так далее. Пока весь, все листочки не будут склеены. Вот обязательно прижимаем, обязательно все проглаживаем, чтобы все было у нас хорошо, ровненько. Чем этот способ, я уже сказала, хорош, чем он хорош, чем он плох. Я даже не знаю, честно сказать. Вот сейчас я этот момент сделаю. Вообще существует, наверное, много способов, как прикрепить между собой вот эти вот листочки, как сшить. Девчонки, кто только блокнотами, например, занимаются, наверное, знают еще тысяча и один способ, как это сделать. Я не так часто делаю блокноты, а я делаю все. Все по чуть-чуть. Вот. Поэтому всегда ищу пути наименьшего сопротивления, как говорится. вот этот вот. Мне нужно сделать этот блокнот, чтобы у меня был мужской блокнот на наличие. У меня нет сейчас ни одного мужского блокнота на наличие. Поэтому я хочу, чтобы было. Вообще, ну, я заметила, что мастера, когда начинают работать, они не, вернее, начинающие как раз скраперы, да и не только скраперы, они не работают в стол. Они работают постоянно на заказ либо, ну, сразу, в общем-то, все продают, ничего себе не оставляют по той причине, либо они сразу на заказ делают, либо сразу продают по той причине, что нужны деньги, конечно же, на материалы. Это первая, наверное, причина. Вторая причина, как бы, ну да, это хорошая причина, почему делают на заказ. Я тоже так делала. То есть, у меня не было денег на материалы, не было самих материалов, я взяла предоплату за первый заказ. Заказали мне шоколадницы, 12, по-моему, шоколадниц, ко дню, к первому сентября, да, на школьную тематику. Я взяла небольшую предоплату какую-то, вот, на эту предоплату заказала материалы, сделала работы, отдала, забрала денежки, и на эти денежки, опять-таки, приобрела материалы. Вот, как раз у меня был еще заказ и так далее. И это, ну, хороший старт без какого-либо начального капитала можно таким образом делать. Единственное, что вам могут не доверять и предоплату не дать. Ну, тут надо, что, как-то расположить к себе людей, покупателей, заказчиков, как-то расположить, чтобы они вам доверили свои деньги и свой заказ, так скажем, доверили именно вам. Ну, это как-то вот именно что расположить надо к себе человека. Вот. Вторая причина, наверное, почему все продается первоначально, потому что мало работ, мало опыта и долго делается работа та или иная, да, даже открытка может делаться, ну, как бы, от нескольких часов до нескольких дней даже, может что-то там не приклеиваться, не склеиваться, материалов не хватает. Например, начали делать открытку, не хватает материалов, начали искать материалы, докупать, довырезать и так далее. Вот. То есть скорость небольшая, производительность маленькая. Поэтому, вот как у меня первоначально тоже было, например, я стала, второй у меня шаг был какой, к тому, чтобы я занималась скрабом, это меня девчонки пригласили в скраб-обмен. Я уже это не раз говорила об этом, скраб, обмены и не только скраб-обмены. Ну, в принципе, обмены творческие существуют и это очень хорошая штука для того, чтобы получить какой-то подарок, сюрприз и также отдать какие-то подарки, опять-таки, другим людям, причем незнакомым и угодить незнакомым людям попытаться, да, своеобразный такой квест. Вот. Девчонки меня пригласили в обмен и на тот момент я, в принципе, да, собрала все, что я к этому времени смогла накопить скраб. В основном это у меня были вещи, ну, материалы с распродаж и с Алиэкспресс. Какие-то наборчики небольшие, там, 15 на 15 я покупала на Алиэкспресс, ну, за какие-то немаленькие деньги, надо сказать. Вот. И я все собрала и отправила. И мне, соответственно, тоже пришла посылка со скраб-обмена. Вот. У меня появились какие-то опять-таки материалы. Девчонки меня, ну, девочка мне хорошо подобрала там материалы. Не все я поняла сразу же. Ну, то есть, как бы для новичка, например, некоторые материалы сложно сразу признать, что это, что это, с чем едят. Но у меня появились какие-то материалы и я смогла уже сделать альбом на заказ. Вот. И также еще параллельно я сделала своему ребенку альбом. Вот. В это же какое-то время своему новорожденному ребенку, ну, как новорожденному, уже где-то несколько месяцев было ребенку. Вот я сделала альбом. И также один альбом я сделала на продажу. Его сразу же купили у меня. И, соответственно, у меня опять денежки появились на материалы. Вот. Со временем, естественно, ну, то есть, как бы нарабатывается опыт. Причем у меня всегда такие какие-то заказы были. Например, там, ну, 12 этих шоколадниц. Дальше там у меня был заказ на 23 февраля. 40 заначек для мужчин. И я вот сидела, причем заказы как-то вот не заранее. Я вообще, в принципе, понятия не имела, сколько мне делать эти заказы эти. Вот. И какие-то... И брала, в общем-то, любые заказы, любые сроки, там, ну, вот там, на тебе недели или там сколько-то, несколько дней, чтобы сделать 40 этих заначек. Я вот клепала днем-ночь, эти заначки клеила из всего, что находилось, подручных всяких материалов, из всего, что было. Использовала все обрезки свои, все эти наборы и так далее. Все-все-все. Картон, в общем, ленты и все на свете. Нет, ну, они были неплохие. Я старалась изо всех сил. Вот. И таким образом нарабатывала, набивала руки, нарабатывала опыт. И со временем, то есть через, получается, ну, где-то через год-два, наверное, два с половиной, три, вот так вот, настолько я набила руку, что я делала, ну, в день, где-то примерно пять-шесть-семь работ, причем это могли быть не только, например, семь открыток, да, это могли быть скраб-страничка, фотоальбом, фоторамка, открытка, конверт, то есть я могла сделать спокойно где-то, ну, альбом небольшой, мини-альбом, миник, да, где-то за пару-тройку часов, то есть настолько потом, ну, то есть, в принципе, мне это нравилось. я участвовала в различных, как сказать, мероприятиях, в различных заданиях от различных групп, вот, также меня заметили моя нынешняя команда на данный момент, Ярославский скраб-групп, до этого еще, так, вспомнить бы, вспомнить бы группу, нет, я сейчас, наверное, не вспомню, честно сказать, еще одна группа я там дизайнерила, вот, небольшой период времени, потом, ну, в общем, ну, как-то там, не знаю, мне было все в новиночку, я, как это, слепой котенок тыкалась туда-сюда, вот, пыталась дизайнерить, не то, что пыталась, ну, я дизайнерила, все там делала по заданиям, честно сказать, прям все вертится на дикене, могу вспомнить, вот, потом я еще тут в одну группу подала заявку, меня взяли в дизайн-команду, но я в Ярославском скраб-клубе я так и оставалась, я думала, ну, не буду успевать, я уйду, но все же, не знаю, душевная эта группа, и я не хочу из нее уходить, мне там нравится, все уже, как бы, не знаю, знакомые, как будто бы родные люди, в принципе, да, можно и поговорить иногда, ну, все мы люди занятые, конечно, вот, но можно и пожаловаться, и поплакать, и порадоваться, и так далее, вот, и в какой-то момент, да, я начала, ну, то есть в каком-то таком темпе работать, где-то по 5-7 работ в день, и у меня, и работы не успевали уходить, то есть, если раньше мне приходилось, вернее, у меня как бы уже из-под рук, чуть ли не вырывали, я говорю, еще колей капает, а вы уже забирайте, подождите, то есть я делаю какую-то работу, и у меня сразу же молниеносно уходила работа, я только выкладываю что-то, что я делаю, и у меня уже был на нее покупатель, вот, то, когда я, ну, чуть поднабил руку, и скорость увеличилась, работа, соответственно, у меня начали работы, как говорится, в стол накапливаться, то есть, соответственно, у меня было какое-то количество наличия, постепенно это количество наличия было огроменным, какие-то, ну, просто коробки с открытками, что ж, чтобы вы понимали, не такие вот коробочки, а вот прям, вот прям огроменные, вот такие, вот такие вот, не знаю, огромные коробки с наличием открыток, альбомов, это просто гигантские коробки, контейнеры с альбомами, их просто, ну, как бы десятки были, вот, и что я, в какой-то момент, ну, поняла, что, наверное, я хочу чуть-чуть притормозить, хочу разнообразить свое творчество и заняться чем-то еще, кроме этого, а кроме, ну, и в тот момент, как раз, у меня набралась группа для детских мастер-классов по ИЗО, и скрабукинг у меня, она где-то на год, наверное, отошел немножечко, на, ну, не то, что на второй план, но где-то на половину второй план, да, я все равно скрабила, потому что скрабила я довольно-таки быстро, вот, но занималась еще рисованием с детьми, и поэтому времени оставалось меньше, вот, потом, я опять через год, получается, решила вернуться скраб опять активно, вот, меня позвали еще в дизайн-команду, но я, ну, не захотелось мне идти еще в дизайн-команду другую, не знаю, почему, потому что я хотела, ну, вернее, я знаю почему, я хотела поскрабить для души все, что я хочу, а не то, что мне нужно по заданиям, и, в общем-то, я отказалась, не пошла, так, вот таким образом, вот, смотрите, все склеено, блок склеен, вот, вот такая толщина, вот здесь можно дополнительно, например, отрезать какую-то полосочку, полосочку, так, ну, кстати, да, вот сюда мы приклеиваем тоже, тоже приклеиваем, и будем склеивать с обложечкой, вот, потом я, значит, свой скраб, опять поскрабила, отвела душу, и сквозь скраб, решил разбавить мыловареньем, поначалу мыловареньем мне не нравилось, честно скажу, мне казалось, что в нем нет души, вот, а потом как понравилось, как понравилось, и оказалось, душа-то все-таки есть там, потому что, ну, первоначально, как бы, делала я какие-то шаблонные работы, вот, да и, в принципе, и заказывали шаблонные работы, поэтому мне казалось, что нет души, нет творчества, а потом оказалось то же самое, когда уже какую-то базу нарабатываешь, наличие, и руку немножко поднабиваешь. Я, конечно, вообще далеко не ас в маловарении. Ну, а какую-то вот руку набиваешь чуть-чуть, чуть-чуть хотя бы, да. Уже начинаешь делать не на заказ, а на наличие для души, как тебе хочется. И уже это место для творчества как раз-таки идет. Вот. Так что творчество есть везде. Периодически в скрабукинг. Потом я разбавила букетами, фудфлористикой. Тоже хорошая вещь. Дальше, что у меня еще? Букеты из конфет, наверное, это было перед фудфлористикой. Букеты из конфет. Это, ну, дело из гофробумаги и цветы. И в них были конфеты. Тоже какой-то период этим занималась. Параллельно еще скраб. И плюс втянуло детей все-таки в творческую эту атмосферу. Не только своих чужих детей, да. Это мастер-классы. То есть мы делали по букетам мастер-классы. Они занимались, потому что первоначально дети не понимали, что можно этим заниматься. Как бы, ну, одно дело, кто-то там где-то делает и покупая, да, допустим. И другое дело, когда сами они делают. Вот. То есть они не понимали, что это можно тоже делать все своими руками. А потом как получилось, как попробовали, так и пошло там, да. Мы делали и альбомы, и открытки, и букеты, и мыло. Очень много всяких разнообразных мастер-классов. Вот. Плюс какие-то даже, ну, микс-медийные работы оформляли. Так, что сижу? Сижу, лежу, лежу, сижу. Оформляли, значит, разные вещи. Бутылки. Хотела я сказать про бутылки. Бутылки с детским шампанским. Светильники. И много чего другого. У меня есть вот такой вот, но он маловат. Как жаль, как жаль. Потому что мне сложно резать картон, который толстый у меня есть. Его очень сложно резать, потому что он очень толстый. Но, наверное, придется его резать. Надеюсь, что особый вариант. А вот еще варианты, что это. Вот такие вот штучки. Интересно, смогу я их порезать или нет. Так, измеряем обложку. Сейчас попробую, смогу или нет. Нам нужно, чтобы обложка чуть-чуть выходила за наш блокнот. Так, у меня бы линейку, конечно. Вот, потом что еще освоила я? Шоколад. И потом стал делать клубнику в шоколаде. Вот, в принципе, все интересно. Ну да. За что ни возьмись, все интересно. Так. Также мне нравится делать чаи. Бомбочки различные. Ну, в смысле, не бомбы. Бомбочки для ванны делала. А потом бомбочки чайные. Шоколадные для молока. Hello. Ну что? И, в общем, всякое такое. Так. Нашла я. Знаете, не знаю, что это за материал. Похоже на, ну, на лакированный картон. Ну, знаете, что? Использовать можно что угодно. И поэтому буду его использовать. Он отлично обрезался. Будет плотная такая обложка кожаная. Вот. Почему его хорошо использовать? Потому что он не гнется. Но можно обычный картон использовать. Не обязательно такое что-то. Не обязательно что-то такое использовать. Можно что угодно. Можно обычный картон. Дальше. Корешок. Можно линейкой замерять. А можно вот таким вот образом. То есть я буду... Так. Вот все. Вот так я замерила. Сейчас, секундочку. Выровнять нужно. То есть я буду склеивать на кожзаме таким образом. Одна половинка. Дальше будет у меня вот для корочки. Такая жесткая перемычка. Или как тут назвать? Ее тоже отрезаю. И вторую сейчас тоже обложечку я сделаю. Можно простой... Ну, любой картон можно использовать. Хоть гофрокартон. Но единственное, гофрокартон не будет такой жесткий. Гофрокартон лучше использовать, например, на обложке, которые будут прошивные с чем? С утеплителем, да? Уплотнителем, утеплителем, так скажем. Вот у меня целый горовой. Так. Так не получается. Поэтому вот так мы делаем. Совмещаем. Совмещаю первую и вторую обложку. И обвожу, чтобы у меня одинаковые получились. Вот. Линейкой я, ну, не знаю, пользуюсь. Но не так часто. Я вот люблю, например, ну, двумя... Две детали. Не вымерять, а обводить. То есть шаблонный способ я люблю. Так. Ну, сложновато резать. Может, ножом даже лучше было бы. Иногда я ножом режу. Ножом прикольнее, может быть. Но на данный момент почему-то решила ножницами. Ну, да и ладно. Пусть вы тут ножницы. Так. Убираем лишнее. Так. Дальше. Раскладываю кожу в зам, который я приготовила. Я, кстати, еще не определилась. Так. Мне почему-то кажется, что тут не хватит. Что же мне в этом случае делать? Бых-бых. Надо что-то придумать. У меня не хватает этого кожика. На обложку. А очень бы хотелось. А почему? Я вот, интересно, его выбрала. А его не хватает. Так. Сейчас надо подумать. Как бы в этом случае... Так. Решила я заменить все-таки кожик. Итак, взяла побольше. Значит, дальше мне нужно отрезать уголочки. Приклеила я. Здесь небольшое расстояние. Где-то по 2 мм, наверное, примерно. Так. Уголочки отрезаем. Чтобы лучше было их загибать. И дальше скрепочки нужны. Без скрепочек не приклеится. Так. Вот так свернули. Вот такой вот синий. Только немножко другой синий. Вот здесь я уже приклеила. Сюда корочки. Да. Вот эти вот. И примеряем обязательно, чтобы все вплотную вот так вот сидело. Чтобы все закрывалось. Так. Далее. Далее нужно вот так приклеить. Я вот думаю, наверное, еще вот сюда нужно приклеить. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, если я вот так сделаю, то тут не видно будет. Нет, не буду приклеивать лишнюю толщину. Так. Сразу начинаю намазывать и приклеивать. Таким образом загибать. И сразу на скрепочку, чтобы держалось. А клей схватится и будет все держаться. Сверху будут еще приклеены форзицы. Так что все будет хорошо держаться. Все будет нормально. А нам главное, чтобы сейчас схватился клей. Прошивки тут не будет, поскольку основа очень плотная. Вот этот вот картон наносит. И машинка не возьмет никак никаким образом. Поэтому просто посильнее приклеивай. Получше намазываю. И чтобы все было прижато. Все было под прессом, так сказать, что ли. Закрываться он, видимо, никаким образом не будет. Но я не знаю. Не буду я делать здесь. Усложнять какую-то застежку. Допустим, можно было бы на кнопочку сделать. Это уже дополнительные сложности. Я хочу сделать блокнот. Ну, побыстрее, что ли сказать. Это у меня блокнот на наличие. И так как я долго не делал его, лежал он у меня бедненький, не сделанный, ждал свой час. Час настал. И я хочу его сделать достаточно быстро и не удорожать различными заклепками. Скорее всего, даже не буду на обложке ничего дополнительно писать. Так, вот здесь следим, чтобы у нас уголочки хорошо состыковались без дырочек. Здесь намазываем сначала серединку и дальше промазываем таким вот образом уголочки, чтобы здесь все склеилось. Загибаем и обязательно вот здесь вот хорошенечко наслаиваем. Ну, как сказать, не наслаиваем, а вот чтобы все совпало без дырочек. Раньше вот у меня такая была проблема. Какие-то дырочки образовывались, но потом с опытом ушла эта проблема. И так же вот здесь тоже с другой стороны переставляю. Вот можно немножечко здесь срезать, потому что лишнее у меня. Но так, чтобы не образовалась дырка, чтобы прям уголочек вплотную был сидел. Обязательно приобретите вот эти вот канцелярские зажимы. Если будете делать, да в принципе не то что альбомы, блокноты, альбомы, все что угодно. В принципе, обложки на паспорт. Везде нужны эти зажимы. Если ненадолго, можно и без картона. Если надолго скреплять, то лучше картон подкладывать, чтобы следов не оставалось. Смотрим, чтобы никаких там вздутий не было. И с другой стороны то же самое. Отклеиваем, изворачиваем, совмещаем уголочки. Здесь на уголочек перемещаю я зажим, чтобы уголочек держался. Вот подтягиваю, как бы ноготочками я подтягиваю, чтобы у меня совместилась эта кожица. Пождаем позже. Так, и опять-таки скрепочки. Так, у меня тут несколько наборов разных. Вот, таким образом. Хочу, чтобы все держалось. И, вернее, нужно нам, не то, что хочу даже, а нужно, чтобы все держалось и прикрепилось. Вот такая вот будет обложечка. Любой стороной выбирайте, какая красивая. Видите, как интересно. Дорого, богато. Здесь, конечно, какую-то золотую надпись. Так, поищу сейчас. Может быть, где-то есть у меня какие-то золотые надписи? Типа блокнот. Скорее всего, нет. Сейчас одним глазком гляну. Так, ну вот все, что удалось найти. Вот, например, или жизнь прекрасна, или самый лучший день. Сейчас поздравляю, такой же шильдик. Ну, поздравляю, зачем? Так как у нас ежедневник, в принципе, можно самый лучший день. Или жизнь прекрасна, не знаю. Правда, тут с розами. На дилемму, не знаю. Или вообще не надо никакого шильдика. Так. Снимаем. Дальше. Еще нужно будет форзеться, вырезать. И все очень быстро клеится. Вот здесь немножечко не доклеилось. Сейчас мы еще раз же будем прижимать. Ну, можно консервативно ничего тут не клеить. Так. Дальше. Каким образом поступаем? Дальше. Так. Чуть, наверное, большевато я сделала, что ли. Нет, как раз на середине все закрыто. Видите, будет все хорошо. Так. Дальше. Вот здесь, значит, я... Можно вот здесь вот тряпочкой укрепить, я сказала. Но я в данном случае не буду это делать. Так. Есть еще один хитрый способ, как все закрепить. Так. Вот здесь вот промазываю. Как все очень быстро закрепить. Дальше понадобится мне... Мама, привет! Привет, сейчас попадешь. Клеевой пистолет или вот этот вот клей. Значит так. Нагреваю. И в нескольких местах мажу этим горячим клеем. И приклеиваю. Таким образом, зажима мне уже не нужно будет. У меня сейчас сцепится очень быстро. А потом уже приклеится и основной клей. Ну, вот этот вот жидкий. То есть я так вот здесь приклеила. Здесь сейчас тоже. Это такой вот способ. Не знаю, стоит им пользоваться или не стоит. Но иногда я такому способу прибегаю. Когда мне быстро-быстро нужно склеить. И не хочется ждать. Вот. Таким образом я так проклеиваю. А вообще надо здесь по-хорошему так вот. Ну, в смысле, по обычному способу. Надо вот так вот здесь зажимчиками. И дождаться, пока все приклеится. То есть от нескольких минут до нескольких часов. Сейчас вот здесь вот таким же способом я сделаю. Раз тут не хочет приклеиваться, нагреваю я клей. Ну, можно просто клеивая пистолет. Сейчас просто нет под рукой. И вот таким вот образом. Я даже уголки наклеиваю таким образом горячим пистолетом, горячим клеем, чтобы, если побыстрее мне надо, своеобразный, так сказать, лайфхак. Вот. И уже не распадается. Серединку подклеить. Так. Ничего уже не распадается. Вот, убираем. Убираем. И остается только... Так, тихо. Сюда не склеивай. Все. Здесь нам не надо лишний. Клей убираю. Причем приклеился не туда, куда надо. Какая-то штукинь. Убираем, убираем, убираем ее. Так. Ну, куда? Сейчас. Прикольно. Можно даже было здесь побольше взять вот эти вот штучки. Так. Что-то мне тут отклеилось. Маловато, наверное, действительно. Так. А где же у меня? В общем, мне нужно вырезать форзицы, подклеить их. И все уже потом все вместе склеить и отправить на просыхание, чтобы просыхало. Вот, заранее я не буду, наверное, приклеивать. Заранее форзицы я не подбирала. Ну, а сейчас это сделаю быстренько, наверное, в какую-то... Возьму мужскую бумагу. Заранее форзицы я не подбирала, я не знаю, вот такая вот есть у меня крафт-пеппер, а с обратной стороны паровоз. Ну, можно ли ее, да, наверное, ну-ка посмотрим. Ну, хотя, не знаю, вот это голубую взять. Да, давайте голубую возьму. Так, нужен карандаш, вот этот он есть. Замеряю сразу, какой мне надо. Ширину, длину. Подрезаем. Так, смотрю, на две у меня не хватает, что ли, получается. Так, вот это, наверное, два разных делать форзицы. Так, примеряю. И на обратную сторону, либо еще надо с кусочком, да, кусочком у меня немножечко не хватает. Поэтому что мы делаем? Дим, хватит? Так. Просто надо будет доклеить нужный размер. Ну, либо другой какой-то лист взять. Мне-то хотелось бы, конечно. Так, обратную сторону намазываю клеем хорошенечко. Можно еще скотчем. Ну, кстати, забываю я все купить, сходить за скотчем. Мне нужны двухсторонние скотчи. Уже давно закончились. Я все без них подручными средствами тут клею. Ну, не то что подручными, другими средствами. И горячим клеем, и горячим клеем, и степлером, и всем, что тем угодно. Но мне очень нужен, конечно, двусторонний скотч для творчества. Везде, везде прикатается. Сейчас я прикрепляю. Здесь вот примазать хорошенечко нужно. И дальше прикрепляю уже зажимами. Ну, я сейчас, конечно, буду на ночь крепить. Поэтому лучше взять, наверное, картон и проложить картоном. Да, это будет решение гораздо лучше, чем без картона. Иначе могут остаться какие-то следы на кожзане. И будет не очень хорошо. Не очень красиво. Поэтому, чтобы подстраховаться, возьмем хотя бы любую бумагу. Можно проложить где-то, взять обрезки какие-то и проложить. Таким образом, чтобы защитить как раз-таки кожзан. Лучше пусть будет, чем не будет. Вот. Здесь тоже. И еще одну скрепочку нужно. Ну, результат, я думаю, будет положительный. С этой стороны, значит. Сделали мы. И сейчас с другой стороны. Вот у меня остался такой обрезочек. Мне маленькой полосочки не хватает. Поэтому я подклею. Практически будет незаметно. Ну, есть разный способ, как можно состыковывать листочки. Вот, например, в, как это, внахлёст. И здесь просто надо сейчас будет отметить, покуда мне обрезать. Все. Чуть-чуть не хватило. Сейчас обрезаю. Хорошо, что у меня есть такой резак от рукоделья. Очень хороший. Мне очень нравится инструмент этот. И вот, таким образом, сейчас приклею второй форзец. Можно было любое выбрать сторону. Я вот именно, как бы, синенькую, синего оттенка выбрала. Старайтесь, конечно, чтобы перекликалась внутренняя сторона, вернее, внутреннее наполнение, обложка и форзицы, чтобы, ну, по цвету или по тематике, чтобы всё-таки они перекликались. А то, если вы делаете мужской, например, блокнот и цветочные форзицы, ну, иногда, конечно, бывает, что нравятся мужчинам цветы. Но не факт, что это стопроцентное будет попадание. Вот тоже здесь возьмём какие-то картоночки. И используем их, чтобы защитить, опять-таки, кожу замку от воздействия вот этих наших скрепочек, зажимов. Я покупала несколько наборов таким образом, чтобы у меня, плюс ещё у меня висят открытки на скрепочках на этих, но я покупала из расчёта, чтобы мне хватало полностью вот обложку закрепить со всех сторон. Поэтому вы смотрите, сначала я приобрела один набор, вот, но его оказалось, конечно же, недостаточно. Так, сейчас обрежу картон. Его оказалось недостаточно, чтобы крепить всю полностью обложку на финальном этапе работы. Тогда уже вот надо скрепить как раз окончательно обложку с форсицами или просто, ну, обложку нужно кожзам прикрепить. И смотрите, чтобы у вас хватало полностью зажимов. Вот в данном случае у меня сейчас как раз-таки есть ситуация, что не хватает зажимов, но это потому, что я часть зажимов как раз-таки использовала для того, чтобы крепить открытки на моей стене вдохновения, так скажем. Поэтому у меня такая сейчас возникла проблема, что не хватает полностью стурепок на весь альбом, вернее, на весь блокнот. Но вообще их у меня очень много. Ну, хотя я в прошлый раз поход свой в прошлый магазин, в экспрессе вот есть такие вот скрепочки. Как раз-таки смотрела на скрепочки, чтобы докупить. Еще хотел как раз-таки докупить, чтобы у меня было их чуть больше, потому что я их по всем назначениям. Ну, вот таким образом скрепили, оставляю на ночь, и будет все уже готово к утру. Остались такие вот обрезки, не знаю, понадобится, нет. Ну, думаю, что я их сохраню на какой-то случай, чтобы применить, допустим, на корешок куда-нибудь, может быть. Вот. Все. Всем спасибо за внимание. Творите.